Мы на месте. Мы приветствуем Татьяну. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Она доверит. Уже доверила. Но она руки в сторону расставляет и показывает, что она в клетке. Сейчас все уберем. Влад, разрежь эту клетку. И как разрежь, отправляй ее в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Готово. Хорошо. Так лучше, Татьяна? Так свободнее. Откуда эта клетка взялась в вашем биополе? Вы не знаете? Я не знаю, но она мне мешает. У меня нет свободы в ней. Хорошо. Мы найдем ответственных сегодня. И они ответят за это, что они сделали. Итак. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Татьяны. Под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Татьяны. Находит все. Выстраивает клетки. Канал к ответственным. И притягивает всех ответственных. За эту клетку в клетку-тюрьму. Стоят в клетке мои заложники. На клетке притянулся ящер. Ящер. Хорошо. Дальше арахноид. Есть. Инсектоид. Есть. Джин и демон. Какой демон? 12. Какой джин? 798. 798. Хорошо. И какой у нас ящер? 635. 635-й ящер. А что ты себе здесь позволяешь? Объясни мне. С этой клеткой. С твоим нападением. Что это значит? Это не нападение. А что это? Дружеский визит? Поставить в клетку душу? Обозначение. Ограничение. У тебя есть контракт на эти действия с ней? Мне не нужен контракт. О, как. О, еще как тебе нужен. Сколько ты находишься в этом биополе? Это мой товар. Я его выкупила. Нет, это не твой товар. 13 лет. 13 лет. Если ты думаешь, что ты выкупил у гуманоида, который сделал это все, организовал, то я тебе скажу, что это не совсем так. 13 лет. Контракта нет. Демон, у тебя есть контракт с ней? Да, есть. Вот так вот. Хорошо. У кого еще есть контракт с Татьяной из присутствующих джин? Ни у кого. Демон показывает медицинские препараты и бред, которым она заключила контракт с ней. Шизофрения. Мы об этом говорим сейчас. Он не называет вещи своими именами. Все, что он хотел сказать, он сказал бред под медицинскими препаратами. Там был заключен контракт. И какие условия контракта? Мое присутствие и контроль. Вами на? Он показывает. Он присутствует, постоянно контролирует. Он живет в ней. Сколько ты находишься в этом биополе? Питается энергиями. Понятно. Сколько ты находишься в этом биополе? 7 лет. Сколько джин находится в этом биополе? 5 лет. Сколько инсектоид находится в этом биополе? 5 лет 4 месяца. У тебя сколько инкубаторов сейчас стоит? Показывает большой диск. Значит, ты являешься причиной того, что человек поправился в весе, да? Набрал вес дополнительно. Моя диск тяжелый. Понятно. И арахноид, сколько ты присутствуешь в этом биополе? 2 года. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии. Татьяна испроизирует все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в ее биополе. Канал выстраивается также и к этой клетке ящера. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии отгад всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Татьяне. Усилию потоки в 50 раз. Выстраивает ящерок канал к тому, кто продал ему эту клетку. 1, 2, 3. Если существует связь между ними, притягиваю в клетку тюрьму. Стоит в клетке тюрьмы мой заложник. Клетку он сам создал, ему никто не продавал клетку. Он нас обманул? Клетку он создал сам. Он сказал, что он выкупил ее. И ее. Татьяну. А у кого он ее выкупал? Я не знаю, как это объяснить. Он мне показывает место, где это делают. Там вроде и присутствуют сущности, но в то же время это идет как экраны у них. Черный рынок, да? Через который они покупают все это. Смотрят продукты. Понятно, есть такое место, да. А реверс окончился. Устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы. В порядке реверса. Татьяна забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли. До последней капли возвращает Татьяна себе обратно. Она хозяйка своих энергий возвращает все свое себе обратно. Сканер, дай мне полноту души Татьяны на настоящий момент. 80%. Канал уже состоит от Татьяны клетки. Из этого канала Татьяна забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на частоте Татьяны находится мощным потоком, пошло назад. Усилий все в 50 раз. Ящер показывает, что у него есть еще одна копия. Он показывает, как он отщепнул ДНК. Спираль такую. 20%. Нет, меньше. 10%. 10%. Ну, наверное, еще часть у демона в контракте находится, да, демон? Он показывает на сетку. Часть есть в сетке, часть у демона. В клетке. У нас клетка, по-моему, в средней сетке. В клетке, да. Хорошо, часть у демона в контракте. Хорошо, будем разбираться. Просто она как сетка, эта клетка. Хорошо. Хорошо, ну, ящер коммуницирует, дает ответы на информацию. У меня нет никаких к нему вопросов. Ждем окончания. Готово. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Демон, выходи, снимай все, что я оставил на своей частоте в биополе. Татьяна, отключайся полностью, возвращайся назад, докладывая готовности к проверке. У него такой, как передатчик стоит, который идет, импульс к голове ведет. И что он делает, этот передатчик, когда он его включает? Он всегда включен. Хорошо, что она испытывает в эти моменты, когда он постоянно включен. Слышит меня. То есть она слышит голос твой через этот передатчик, да? Телепатически слышит. Скажи-ка мне. С помощью передатчика. Хорошо, демон, скажи, а разве не пытались другие, кто-то, других людей вытащить? Тебя и всех остальных в этом биополе? Не было попыток чистки биополя? Хотел просто уточнить. Нет, его не касались. Попытки заглушить медицинскими препаратами были. Понятно. А как они на тебя влияют, эти препараты? Насколько я знаю, вы от них еще и кайфуете. Когда человек под медицинскими препаратами, его тело полностью принадлежит мне. Это все, что нужно знать о медицинских препаратах. Реверс закончился. У меня есть лярвы в биополе? Татьяна? Да, есть. Где? Ни с живота и голова. Ни с живота и от инсектоида. Голова у нас сидел арахноид. И, наверное, еще от клетки что-то добавилось. Хочешь получить эти лярвы? Хочешь. Забирай лярвы. Ничего не забывай, возвращайся назад. Там даже не от инсектоида, а когда демон подключался к ней, у нее шли негативные эмоции, потому что она знала, что это не ее мысли. И эти негативные эмоции, они как таким серым дымом с нее выходили, и оставались на голове, и таким образом накапливались. Понятно. Затвердевали, превратились в лярвы. Но они черного цвета уже, да? Да. Но она должна это чувствовать была по-любому, это боль. Тяжесть была у нее. Он все забрал? Забрал верхнюю, забирает нижнюю. Готов. Джину выходить не надо. Втягивая в себя всю свою пыль, все подключки, закладывая готовность к проверке. У меня один вопрос ко всем. Кто из вас присутствует в доме, где живет Татьяна? Мы его сегодня очистим. Демон Джин. Демон Джин. Арахноид. Демон, ты кому-нибудь еще подключен в доме? Нет. Хорошо. У меня с ней контракты, я ее полностью контролирую. Демон Джин Арахноид, да? От ящера ничего нет в квартире? В доме? Есть платы. Плата ящера. Хорошо. Готов, Джин. Инсектоид, выходи, вытаскивай свой инкубатор, крепление, жидкость, все свои энергии и возвращайся назад. Тут все долгожители такие. Я думаю, Татьяна очень сильное давление испытывала. Он достал большой такой круг, диск, и он широкий, и в нем в середине инкубатор, а по краям такие отсеки, и в них как семена хранятся какие-то. Тут уже ничего не скажешь. Хорошо. Амбар, он говорит. Амбар. Все понятно. Достал все. Хорошо. Арахноид, твоя очередь, выходи. Снимай всю свою паутину, если есть иголки, вытаскивай, все свое присутствие. И возвращайся назад, приступай. Шея, плечи, затылок. Там она все это по-любому должна была ощущать, эти боли. Все снял. Ящер, посмотри, на твоей чистоте что-то осталось, что я еще не вытащил. У него есть чипы какие-то. Хорошо, сканер, просканируй сейчас. Татьяну, на чистоте ящера. Его клетки. Все эти чипы найди, отключай их полностью, выводи их из биополисов и формируй шарпи из них. У меня голова, грудь, руки. Как эти чипы действовали, ящер? Не соединялись с этой клеткой. Понятно, промежуточное звено. Готовы они в шаре. Отправляй шар в клетку-тюрьму и выстраивай прямой канал к этим чипам от Татьяны. Татьяна Реверсом отдает все негативные патогены низкой аббрационной, что она от них получила. Пошел мощный поток. Туда идет какие-то знания, что она сама себе не принадлежит. Хорошо, программирует. Это установка программы, да. Вытаскиваем это все. Готово. Устанавливаем фильтр с золотой сеточкой на этот канал в порядке реверса. Татьяна забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Забираем частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на ее частоте находится, мощным потоком забираем из этих чипов. Назад. Готово. Отключить каналы, рассинхронизацию сделать мы сейчас не сможем. Я обращаюсь к Татьяне. Татьяна, у вас заключен контракт с демоном. Вы готовы его аннулировать? Готово. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Татьяна взяла ответственность за свою жизнь и выразила это намерение. Я говорю вслух, я тонкая копия повторяет за мной. Я. Контрактам и договорам. Договора выходят, активно и подсвечиваются. Вышел контракт действующий. Отлично. Пусть повторяет за мной. Внутренняя властью моего суверенного я, я объявляю. По закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если такова и есть. Да, и частицы души вернулись. Хорошо. Открываю воронку в галактическое ядро. И аннулированные контракты уходят на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Скэнер, дай мне полноту души, Татьяна, на настоящий момент. 90. Отлично. Хорошо. 10% еще не хватает. Найдем. Даю команду. Возвращаемся к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию Татьяны. С ящером его клеткой, его чипами. Арахноидом, инсектоидом, его инкубатором. Джином, демоном. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. Готово. Включая внутренний белосвет Татьяне, этим светом она выдавливает из себя все негативные патогены, низкоабрационные чужеродные, находящиеся в ее биополе. Остаточная энергия от интерферентов и их подключек выходит и формируется перед ней в шар. Да, есть шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, опечатывая, растворяя, дай команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. У нее в голове фантомные какие-то чипы эти остались. Включая внутренний белосвет Татьяне, она выдавливает из себя все фантомные чипы. До 100% выходит, формируется перед ней в шар. Открывая под шаром воронку в галактическое ядро, уходит на переработку. Закрывая, опечатывая, растворяя, дай команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Она чистая, все вышло. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3-1-2-3. Отлетает все каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, опечатывая, растворяя. Готово. Хорошо, Демон, контракт аннулирован. Вместе с Джином я тебя сейчас отправляю в дом. Чуть позже я приду. Вы пока собираете все, что вы оставили на своей чистоте. Я проверяю, отпускаю вас первый раз на вашу чистоту. Ты можешь мне показать все порталы, или бес, или черт, кто еще в квартире. На земельном участке и в доме, где находятся порталы, я их закрою. И за это соберу весь негатив земельного участка из дома в дорогу. Устраивает? Устраивает. Открывается прямой канал от Татьяны в квартиру. Один, два, три. И Джин и Демоны уходят в этот портал. В этот дом. Собирают все, что они оставили. Закрывая, опечатывая, растворяя. Инсектоид. Ты готов уходить? Готово. Больше не приходи. Открывается наверху два портала. Вернее, открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида. Он забирает, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, опечатывая, растворяя. Есть. Арахноид, я отправляю тебя сейчас в квартиру. Если есть потомство, собираю его всю паутину свою, собираю все ловушки, ничего не забывая. Все понятно? Понятно. Открывается портал в дом Татьяны, и арахноид уходит в этот портал. Закрывая, опечатывая, растворяя. Есть. Обращаюсь к Татьяне. Татьяна, нам не хватает 10% души, которые были уже ранее украдены. Вы должны изъявить свое твердое намерение, что вы хотите вернуть свои частицы души. Конечно, я хочу их вернуть. Да будет так. Выстраивается прямой канал от Татьяны к ее частичкам души, к ее биоматериалу. Один, два, три. Канал выстроились. И забираем назад все частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на частоте Татьяны, находится мощным потоком, пошло назад. Один, два, три. Да будет так, а так и есть. Выстроился канал. Хорошо. Забираемся назад. Готово. Сканердание полноты души Татьяны на настоящий момент. Сто. Отлично. Все вернули. Сжигаю силу моего намерения этот канал. Один, два, три. Удар. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо, Татьяна, мы вернули вам 20% вашей души. Аннулировали контракт с демоном. И сейчас у нас еще остался ящер в клетке. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Еще раз приветствую. Ящер 635. 13 лет сидел. Находилась душа в клетке. Вытащили все. Вытащили чипы. Вернули 10% души, которые были ранее уже отправлены. Все стоит в клетке. Ящер коммуницировал, помогал, отключал на все вопросы. У меня к нему претензий нет. Ящер забираю. Остальное уничтожить. Благодарю тебя. Открывая воронку в галактическое ядро, под всеми его артефактами все это уходит на переработку. Сокрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Клетка пустая? Да. Поехали дальше. Выходит эмоциональный фантом Татьяны. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкие аббрационные эмоциональные энергии. Резгенерированная проецируется на эмоциональном фантоме. Фантом выходит. На ней он как запутанный весь серо-черный, такие клубы. Татьяна, эти энергии вы сами сгенерировали, вы готовы от них отказаться? Готово. Сворачивай энергии в шар, открывай воронку в галактическое ядро, и шар уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Поехали дальше. Согармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Татьяна. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Очень необычно чувствую. Я давно не чувствовала так себя в себе. Какие-то чужие энергии всегда были внутри меня и вокруг меня. А сейчас я счастлива. Отлично. Ничего больше нет. Это новое чувство, и мне нужно привыкнуть к нему. Конечно. Некоторое время вам понадобится на восстановление своих ресурсов. Может быть, занять от пару дней до пару недель. Каждым днем вы будете лучше и чувствовать себя. Соответственно, контракта у вас нет. Больше вас ничего не блокирует на астральном плане. Все сущности, которые были, мы их убрали. Сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы эти энергии перешли на физический план. И сразу переходим к чистке вашего дома. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Татьяны в ее систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта. Дум. Татьяна, ты видела. На счетре ты стоишь перед входной дверью дома. Один, два, три. Ты перед домом. Да, я здесь. Входи в дом. Клитка установилась в коридоре. Хорошо. Здесь арахноид. Арахноид. Есть. Красный дракон. Есть. Бес. Бес. Черт. Есть. Джин. Есть. Две воронки. Все. Две воронки и демон на земельном участке, да? Да. Хорошо. Под воронками открывай портал в галактическое ядро. Воронки уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Начинаем с Джина. Джин, ты все свое собрал? Собрал. Больше не приходи в этот дом. И тогда все будет хорошо. И в биополе этих людей. Все понятно? Да, понял. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Арахноид. Больше не приходи в этот дом. Тебе понятно, да? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Арахноида. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Какой у нас красный дракон? 24,85. Хорошо. Красный дракон. Ты находишься в ком-то еще, кто живет в этом доме? Находится. И как мы этот вопрос будем решать? Я сейчас буду ставить защиту, закрывать все порталы. Но берет платы в доме. Платы в доме ты по-любому заберешь. Даже я их могу собрать без тебя. Но проблема остается по-любому. Ты остаешься в ком-то синхронизированной. У меня нет сегодня заказа на чистку этого человека, который живет в этом доме, кроме Татьяны. Поэтому я тебя просто могу предупредить, что если такой заказ поступит, я через 10 минут буду в этом доме. Найду тебя. Буду вынужден достать печать дракона, включить ее на полную мощность и сделать тебе очень неприятно. Ты меня услышал? Предупрежден тот вооружен. Так и есть. Хорошо, выходи, снимай все свои платы в доме, который ты оставил. Отключайся полностью. Ничего не забывай. Он у него в одной из спален на потолке. Хорошо, снимай. Готово. Я еще хочу получить слово красного дракона, что он больше никогда не войдет в этот дом. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. Забирай, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Какой у нас бес? Семь. Хорошо, бес, выходи. Собирай все, что ты оставил на своей чистоте в этом доме. Отключайся полностью, ничего не забывай. Докладай о готовности к проверке. Приступай. У него есть воронка. Он очень быстро передвигается и собирает. Готово. Черт, какой у нас черт? Пять. Пять. Черт, выходи и собирай все, что я оставил в этом доме на своей чистоте. Одеялки, сеточки, комочки. Чтобы ничего не было. Готов. Хорошо, кто из вас покажет мне порталы в этом доме? Черт покажет. Хорошо, за это я вам соберу весь негатив, который находится в этом доме, в дорогу и поделю на две равные части. Пошли, черт. Он спрашивает, все порталы показывать? Ну, конечно, все. Потому что я здесь поставлю такую защиту, что уже никто сюда не войдет. Показывает зеркало здесь какими-то узорами. Вот в середине портал. Видишь, это зеркало? Это шкаф, да. Вот. Под этим шкафом внизу, открывая воронку в галактическое ядро, портал фантом. И частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Пошли дальше. Готово. Дальше в ванну он идет. Вот здесь большой портал, угловой, там где окно и справа стена. В этом месте по всему периметру открывается воронка в галактическое ядро. Портал фантома и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Дальше. Он показывает наверх, на чердак, там есть портал. Видишь его? Да. В этом месте внизу, открывая воронку в галактическое ядро, портал фантома и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Дальше. Дальше спальня, там на полу ковер, на полу там воронка вниз идет. Хорошо, в этом месте внизу открывай воронку в галактическое ядро портал. Фантомы частицы портала уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Дальше. Не знаю, там есть спальня с красным каким-то покрывалом на кровати. Вот он начинает в него закутываться. В одеяло? Оказывает, что оно негативное. Да, оно не портал, но оно давящее. Само одеяло? Да, оно несет какие-то тревогу и плохие сны. Хорошо, обращай внимание. Оно напичканное вот этими низкими энергиями. Хорошо, Татьяна, избавьтесь от этого одеяла, оно вам совсем не нужно. Под этой кроватью внизу открывай воронку в галактическое ядро, все негативные энергии, портал с этого одеяла уходит на переработку, закрывая, опечатывая, растворяя. Готово. Дальше. Дальше на кухне есть портал в углу, где потолок. В этом месте внизу открывая воронку в галактическое ядро, портал фандом и частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, опечатывая, растворяя. Все. Хорошо, возвращаемся все к клетке, даю команду на счет риска, эмоций, мыслей, чувств. Энергии идут, но здесь есть еще платы ящера. Видишь их, пока энергия собирается. Под платами внизу открывая воронку в галактическое ядро, срывая эти платы, платы уходят на переработку. Закрывая, опечатывая, растворяя. И ждем формирования двух шаров. Готово. Шары большие два сформировались. Под космическим открывая воронку в галактическое ядро, портал фантом и частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, опечатывая, растворяя. Второй шар эмоционально делю на две равные части. Бес и черт забираете? Да. Отправляю каждому по половине. Готово. Хорошо, бес и черт, вы больше не придете ни к этим людям, ни в этот дом. Вам понятно? Понятно. Открывается внизу два портала против часовой стрелки, один на чистоте беса, один на чистоте черта. Бес забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Черт забирает, что принес и уходит на свою чистоту. Закрывая, опечатывая, растворяя. Готово. У нас остались три котика. На счет три появляется перед тобой тонкая копия кошки Тиша. И Тиша стоит перед нами. Есть Тиша. Привет, Тиша. Мы пришли тебе помочь. Мучили тебя тут интерференты? Он показывает, у него шли неприятные вибрации от беса с воронкой, когда он чувствовал, и паутина у него очень мешала. Ни паутины, ни беса, ни воронок больше нет. Все полностью мы убрали из этой квартиры. Сейчас почти с дома. Сейчас почистим тебя. Включая Тиша внутренний белый свет, и этим Светом Тиша выдавливает из себя все негативное патогенное, низкоаберационное, чужеродное, находящее в его биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ним шар. Готов, шар. Открывая воронку в галактическое ядро, под ним уходит на переработку, закрывая, печатая, растеряя. Макушку головы Тиша начинает поступать. Необходимое количество ему кошачьей энергии. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Чистота вибраций котика поднимается до комфортного уровня. Пошел, подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Как ты себя чувствуешь сейчас, Тиша? Крутился вокруг себя, показал. Хорошо чувствует. Поставить тебе защиту? Да. И активируем в биополе Тиши кошачью Меркабу. Один, два, три. Подключаем к энергии Земли и космоса. И воссоздаем защитный каркас в его биополе. Активировано. Готово. Хорошо. Так лучше тебе? Лучше. Хорошо. Возвращаем тонкую копию Тиши в его систему Биоробот Душа. Он синхронизируется, гармонизируется со своим биороботом и тонкими телами на всех уровнях. Готово. На счет 3 появляется перед тобой тонкая копия кота Черныш. Черныш стоит перед нами. Есть. Черныш. Привет, Черныш. Мы пришли тебе помочь. Почистить тебя. Включаем внутренний белый свет Чернышу. Этим светом выдавливает из себя все негативные патогены низкоаббрационные чужеродные, находящиеся в его биополе. Свет пошел, энергия выходит, сформируется перед ним шар. У него красный шар выходит. Ну это от беса или черта, скорее всего. Черт мучает. Красного дракона. Ах, дракон красный. Да, конечно. Готов шар. Открываю воронку в галактическое ядро. Шар уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. В макушку головы Черныша начинает поступать необходимое количество ему кошачьей энергии. Поток пошел. Чистота вибрации котика поднимается до комфортного ему уровня. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Черныш, как ты себя чувствуешь сейчас? Показывает энергии у него, расширились тонкие тела. Нравится тебе? Да, он защищенно себя чувствует. Поставите дополнительную защиту? Ставьте. И устанавливаю в биополе Черныша кошачью меркабу. Один, два, три. Активировано. Готово. Хорошо. Так лучше? Лучше. Возвращаем тонкую копию котика Черныша в его систему Биоробот Душа. Он синхронизируется, гармонизируется на всех уровнях. Готово. И перед тобой появляется тонкая копия кота Семы. Сема стоит перед нами. Да, Сема есть. Привет, Сема. Мы пришли тебя почистить, помочь тебе. Как ты себя чувствуешь? Мешает тебе что-то? Мешает. Раздражает чужие энергии. Хорошо. Мы их уже все убрали, правда, но в тебе они остались. Включаем внутренний белый свет Семе. И этим светом выдавливает из себя все негативное патогенное чужеродное. Находясь в его биополе, свет пошел, энергия выходит, формируется перед котиком шар. Чихает. Все, выдавливаем, все. Да, есть шар. Открывая воронку в галактическое ядро под ним, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. В макушку головы Семы начинает поступать необходимое количество ему кошачьей энергии. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет котика. И поднимаем частоту вибрации до комфортного его уровня. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия и вибрация. Гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Сема, как ты себя чувствуешь? Так лучше? Ничего не мешает? Да, ему нравится. Поставить я защиту? Поставить. И активирую в биополе Семы кошачью меркабу. 1, 2, 3. Меркаба активирована. Так лучше? Он хочет меркабу больше, чем у всех других остальных. Он хочет себя главным и первым чувствовать в этом доме. Давайте я поставлю защиту, хочешь? Да. И активирую в биополе Семы защиту кошачью. Наживается 1, 2, 3. Устанавливается и активируется. Готово. Так лучше? Да, он так главный. Абсолютно. Хорошо, Сема, ты хочешь что-то передать хозяйке? У тебя есть какие-то желания? Я могу передать. Он чихает от чужих энергий, поэтому он хочет чистоту. Чистоту энергетическую. Хорошо, я это все передам. Сущностей в доме больше нет, все порталы закрыты. Сейчас мы почистим еще земельный участок, и ты опять здесь будешь королем. Никто тебя не будет обижать. Возвращаем тонкую копию Семы в его систему биоробот-душа. И он синхронизируется, гармонизируется со своим биороботом и тонкими телами на всех уровнях. Он не хочет быть королем, он хочет быть фараоном. Это ему ближе. Хорошо, будешь тогда фараоном, Семая. Готов. Передадим хозяйке, чтобы она тебя фараон называла. Хорошо, итак.